Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Хованский, сегодня воскресенье, а это означает, что пришло время для шоу неделя, где мы с вами разбираем недавние новости в теплой и ламповой атмосфере. Я прочитал все комментарии под предыдущим выпуском и в этот раз постарался скорректировать немного происходящее. Надеюсь, что в этот раз все, о чем я буду говорить, будет вам более интересно, не будет, так сказать, проходных новостей. И я надеюсь, что вы не смотрели, так сказать, конкурирующие фирмы для того, чтобы узнавать все самое важное за неделю вместе со мной. Так что откиньтесь в спинке своих кресел. Важное уточнение, не откидывайтесь, если сидите на табуретке, это может закончиться травмой. И впереди у нас будет примерно час... Ну, вот таких факапов примерно у нас будет час. Но надеюсь, что будет весело. Итак, начнем. Перед тем, как перейти к новостям политики... Фу! Никто не любит политику! Хочу напомнить вам, что вы можете приобрести в магазинах Берварии пиво Хованское. Пиво Хованское это как донат любимому блогеру, но при этом вам еще и дают бутылку пива. Есть в Петербурге и в Москве. Налетайте, раскупайте, хотел сказать бухайте, но мы не одобряем пропаганду алкоголизма. Просто приятно проводите время. Так, первая новость. Британия хочет передать замороженные российские активы Украине. Об этом пишет Guardian. И новость можно прокомментировать по-разному, но я единственный человек, который не понимает, нахуя мы вообще хранили какие-то активы в Британии. Там что-то в районе 300 миллионов, миллиардов. Какая разница, короче, дохера денег. И я думаю, что перед тем, как с кем-то ссориться, нужно позаботиться, чтобы у этого кого-то не хранились ваши кровные деньги. Поэтому, как бы нас не учили тому, что нужно диверсифицировать активы, хранить деньги в каких-то акциях, инвестициях, банках. Самым практичным способом в 21 веке все-таки остается хранение денег наличкой где-нибудь у себя под матрасом. Потому что нынче творятся совершенно дикие вещи. То какая-то биткоиновая биржа кинет россиян и заберет, заморозит их деньги. То какие-то банки, тиньков, начинают брать проценты просто за то, что у них лежат ваши валютные активы. Поэтому лучший способ хранить деньги в наше время это старая добрая наличка. Я хотел сказать, что сам этим пользуюсь, но у меня никаких денег нет. Я гол как сокол. А вот вам советую не доверять никаким ни Британиям, ни банкам, ни криптобиржам. Все свое ношу с собой. Это наш с вами девиз. Роспотребнадзор снял введенные ранее коронавирусные ограничения. Теперь можно ходить без масок, без перчаток. Бары работают по ночам. И все жители нашей страны притворяются, как будто коронавирус пропал и его и не было. На самом деле это уже давно должно было произойти. Потому что урон, по крайней мере, малому и среднему бизнесу от ковидных ограничений был нанесен просто огромный, непоправимый. А этот вирус никуда деваться не собирается. Мы все равно будем жить на этой планете Земля. Никуда он не денется. Но теперь как будто бы мы всей России будем притворяться, что ничего не происходит. А если вы заболеете, ну это ваша проблема. Как бы теперь уже всем похуй. Потому что год, два, все терпели, все еще там что-то притворялись. А теперь все такие, ну хуй с ним, переболеете и переболеете. Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Но если вы, так сказать, по жизни ватник, не спешите радоваться. Это никак не связано с политикой Джонсона, которую он проводит в отношении России. И на деле мы имеем очередной банальный скандал с сексуальными домогательствами. Дело в том, что некий Крис Пинчер, который был назначен Джонсоном на должность главного министра по делам Европы и Америки, домогался к мужикам. И поскольку в Европе институт репутации настолько странный и запутанный, в отставку пришлось подать и самому Борису Джонсону. Хотя, честно говоря, лично я не представляю, какую я должен нести ответственность за людей, которых я назначил, из-за их профессиональных навыков, если они, блядь, оказались пидорасами, которые домогаются к другим мужикам. То есть я бы на месте Бориса Джонсона мог сказать просто я понятия не имел, что товарищ Пинчер слабоват на задок, так сказать. Я его назначал, исходя из сугубо каких-то его качеств, которые подходили ему на должности министра. Но в Европе с этим все серьезно, поэтому полетят головы и Пинчера, и Джонсона, и, как я понял, всего окружения Джонсона, потому что сексуальные скандалы – это самое страшное, что может произойти. Ведь можете себе представить, этот человек приставал к мужчинам с неоднозначными намеками и сальными замечаниями. О, ужас! Ужас! Где-то худшее, что могло произойти. Он хотел выебать мужиков. Ох, ох. Всё. Я предлагаю вообще распустить всё правительство и ещё дать пинка под жопу английской королеве. Настолько это серьёзно, ведь в правительстве Бориса Джонсона затесался один пидорас. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Говорю и самому смешно. Швыдкоя предлагает спасать российские кинотеатры через параллельный импорт и принудительные лицензии. Это очень важная новость. Для тех, кто не понял, что такое принудительные лицензии и параллельный импорт – это, по сути, контрабанда контента. То есть, если какая-то компания типа Sony решила, что мы в одностороннем порядке уходим из России и больше не будем показывать там свои фильмы, этот закон позволит просто показать им кукиш и сказать, ну, мы будем показывать ваши фильмы всё равно, но при этом нихуя вам не заплатим. Я, на самом деле, очень подробно высказался по поводу всей этой ситуации в своём телеграм-канале «Печень Ховы», поэтому обязательно переходите. Там буквально минут на 15 развернутое объяснение. Повторяться не хочу, потому что, ну, я всё-таки надеюсь, что вы все являетесь активными подписчиками моего телеграма и всё уже слышали. А если не слышали, то переходите, слушайте. «Москвичка купила во вкусной точке бургер с плесенью». Здесь, по-моему, всё очевидно в плане того, что у нас всегда исторически в нашей стране проблемы с контролем качества. Это касается чего угодно. Бургеров, фильмов, на которые донатят деньги фонд кино, дорог, которые строятся, по крайней мере, в регионах уж точно. Так что я в этой новости ничего удивительного не вижу, потому что, ну, вы только представьте себе такую хуйню в американском Макдональдсе. Там бы женщина, которой попался бургер с плесенью, сразу подала в суд, отсудила бы кучу денег. Потому что, по-моему, я точно помню историю, что в каком-то штате женщина подала в суд на Макдональдс за то, что ей принесли слишком горячую картошку фри, и она обожгла рот. Так что уж за бургер с плесенью, там бы выебали вообще всё и вся. Но мы живём в стране, так сказать, возможностей, поэтому никому и ничего за это не будет. Просто это лишний повод убедиться в том, что вкусная точка – это не то же самое, что Макдональдс. Это Макдональдс по-русски, скажем так. С плесенью, по хардкору. Ну, не плюнули в бургер, не нассали в колу, и на том спасибо. Россия решила не участвовать в детском Евровидении. Я честно скажу, я вообще не понимаю, нахуя нужны какие-то детские конкурсы. Будь то там «Голос дети», «Детское Евровидение». Открою один большой секрет. Не знаю, может, для кого-то это будет откровением. Дети нахуй никому не интересны, кроме своих родителей и сумасшедших яжемамочек, которые млеют и такие «О, какие милые дети». Основная проблема детских конкурсов в том, что ребёнку нельзя сказать, что он долбоёб и хуесос, если он реально долбоёб и хуесос. То есть считается, что детскую психику всё-таки нужно беречь, и поэтому если ребёнок совершенно дерьмо поёт, то нельзя просто сказать ему «Фу, блюда, кодинахуй, больше никогда не занимайся, блядь, пением». Поэтому все детские конкурсы я считаю каким-то совершеннейшим абсурдом, и честно говоря, не понимаю, кто проявляет интерес к подобным мероприятиям. Я ещё могу понять людей, которые смотрят Евровидение, но Евровидение дети, типа, камон, ребята, вам не на что потратить жизнь. Люди, которые смотрят эти конкурсы, наверное, ещё и ходят на всякие детские утренники, знаете, где куча бездарных школьников, поёт там песни про крылатые качели, блядь, и лесного оленя, который куда-то скачет. Естественно, ни один взрослый, адекватный, здоровый человек нахуй не будет тратить своё время на эту поебень. Поэтому, ну, отказались и отказались, хуль там. Удивительно, что нас ещё оттуда не выгнали, что мы сами отказались. Это прям из ряда вон выходящая новость. В МВД предложили ввести в школах уроки езды на электросамокатах. Я всецело за эту инициативу, потому что, во-первых, большинство людей, которые ездят на электросамокатах, это долбоёбы конченые, которые не соблюдают ни правил дорожного движения, ни правил здравого смысла. Во-вторых, я считаю, что езда на электросамокатах в миллион раз полезнее, чем 80% той поебени, которая есть в школьной программе. То есть, хотя бы это пригодится в жизни тем, кто будет работать в Яндексе Идеи или в Деливери Клабе курьерами, блядь. Как детям пригодится война и мир или изучение, там, пестиков и тычинок, я, честно говоря, придумать не могу. Поэтому отличная идея. Сразу же ещё предлагаю, как бы, детей учить такой хуйне, как там хачапури по-аджарски. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе, сумки огромные не расхуярить, чтобы желток по крышке не размазался. От этого всякого будет в сто раз больше пользы, чем от нашей системы образования. Владелец KFC продаст российскую сеть местной компании. Владелец KFC, американская компания Ямбренд, заявила о продаже сети ресторанов в России местному оператору. Это на самом деле грустная новость, потому что на примере вкусной точки мы уже видели, чем это все может закончиться, и по этому поводу я вспомнил смешную историю. Мне ее кореш рассказал, он ехал в метро, и там как раз два таких прям, типа таких ватникового тона говорили о закрытии Макдональдса, и один из них сказал, типа, да и нахуй этот Макдональдс, пусть, блядь, закрывают, они, блядь, травят людей говном своим. И потом помолчал и такой, ну, только бы, бля, КФС не закрыли, а то там крылья вкусные. Так что, не знаю, что произойдет с КФС, останется ли там фирменная приправа из 11 специй, или сколько там, 12 от полковника Сандерса, не начнут ли там попадаться бургеры с плесенью, но хочется верить в лучшее, что, учитывая, что КФС изначально в России все-таки был ростиксом, что хотя бы уж это-то, блядь, не засрут. Но, опять-таки, гарантий никаких, поэтому бегите в КФС и кушайте крылья, пока еще можно, пока они еще не с плесенью. Илон Маск заявил, что разрывает соглашение о покупке Твиттер. На самом деле, очень много шума было относительно покупки Твиттера Маском. Он затребовал информации о том, какой процент в Твиттере боты, ему предоставили какой-то слишком низкий процент, он доказал, что процент реально и выше, потребовал скинуть стоимость. Но все это сводится к тому, что Илон Маск ебучий махинатор, жулик и аферист. Как он наебал всех с доги-коинами, как он обещал продавать Теслу за биткоины. И в целом, если вам интересно, Илон Маск нихуя не богатый. У него нет практически ничего, кроме акций его собственной компании, которые он перезакладывает уже в который раз, потому что он не может их продать. И вот он живет, считайте, просто исключительно на каких-то крупномасштабных аферах. Я не удивлюсь, что он это все придумал с той целью, чтобы сбросить акции Твиттера, купить их подешевле через подставных лиц и инсайдерскую информацию и продать подороже. То есть люди, которые восхищаются Илоном Маском, я их презираю, потому что на самом деле Илон Маск это американский аналог Мавродия, которым я, кстати, восхищаюсь даже больше. Потому что Мавродия, у него хотя бы был некий план тотального наеба. А Илон Маск, он просто туда-сюда, как наперсточник на вокзале. Там наебал, тут поднаебал. Естественно, ничего революционного он не сделал, и ставить его в один ряд с тем же Стивом Джобсом, это тотальное неуважение к Стиву Джобсу. Просто мелкий наебщик в очередной раз всех наебал. Не удивлюсь, если он и не планировал покупать никакой Твиттер. Просто, блядь, юб-то хотел срубить шекелей. Потому что, повторюсь, единственное, на что он живет, это бесконечное перезакладывание своих собственных акций. Никаких реальных денег у него нет. Он жулик и мошенник. Как бы вам не было обидно это слышать. Извините, фанаты Илона Маска, вы долбоебы. Белль сообщил о переговорах ВКонтакта и Сбера о продаже Delivery Club Яндекса. Яндекс может получить Delivery Club в обмен на сервисы новостей Дзен, в обмен на Delivery Club. Я так скажу, обмен, по-моему, совершенно ебанутищий. Потому что Delivery Club это не вебово профитная сеть. И это единственный конкурент Яндекса. То есть, если продать ее Яндексу, то на рынке доставки еды возникнет монополия. И это, естественно, плохо и для всех участников рынка. Это будет плохо для ресторанов. Но, в первую очередь, это будет плохо для конечного потребителя. Потому что, когда пропадает конкуренция, начинается беспредел. Но даже хуй с ним. Решили они выгодно продать Delivery. Что они просят в обмен? Ебучий Яндекс Дзен? Где там, не знаю, по 40 просмотров на пост, на видео. Где нет никаких нормальных систем рекомендаций. Куда блогеры побежали, когда стали говорить, что запретят YouTube. Но потом сразу же вернулись. И в итоге там просто посты из цикла, блядь. Шесть способов, блядь, безболезненно побрить свою вагину. Яндекс.Новости, которые, на мой взгляд, вообще... Вы вот лично давно читали Яндекс.Новости? Вы давно прям вот пользовались этим сервисом? Поэтому обмен однозначно неравноценный. Но, видимо, у ВКонтакте есть какой-то план. И они его придерживаются. Типа, может, хотят интегрировать Дзен и новости ВКонтакте. Но, на самом деле, я не понимаю, зачем. Потому что новости ВКонтакте мне нравятся гораздо больше, чем Яндекс.Новости. А Дзен это, по сути, вообще нахуй не нужная тема. То есть, уж лучше бы оставили сеть Delivery Club. Потому что, повторюсь, как только продадут Яндексу Delivery, всё. Теперь, если как бы вы инстасамка, вы поссорились с Яндексом, то вам просто неоткуда будет заказывать еду. Это, на самом деле, печально. Любая монополия – это плохо для бизнеса. Любая конкуренция – это заебись. Наша следующая рубрика – кино и ТВ. Миньоны 2 идут на рекорд в домашнем прокате. Миньоны «Гравитация» поставили новый рекорд по сборам за праздничный уикенд. Раньше этот рекорд принадлежал фильму «Трансформеры 3». Теперь, соответственно, миньонам. Я, честно говоря, не понимаю, почему такие говённые фильмы бьют рекорды проката. То есть, люди, которые возмущаются, почему не снимают пиздатые фильмы, потому что пиздатые фильмы нахуй никому не нужны. Если люди реально готовы бить рекорды по посещаемости кинотеатров, идя на ёбаных миньонов, блядь, ёпта, которые, конечно, интересны. Мы, например, в СИЗО смотрели миньонов, когда они шли, но не от хорошей жизни. Мы смотрели их бесплатно и просто потому, что альтернатива миньонам был «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Ну, и при таком раскладе можно и миньонов глянуть. Но на полном серьёзе как бы обсуждать миньонов как некий фильм – это, ну, абсолютнейшее говнище для детей, и то, по-моему, детям не понравится. Потому что сейчас дети, даже там лет в 9, уже как мы были там лет в 15, в 16, в 17, я уже, по-моему, в 16 лет посмотрел «Бешеных псов», «Криминальное чтиво» и так далее. И втюхивать нынешней молодёжи миньонов мне показалось, что это совершенная дичь. Но нет, нет, всем нормально, люди ходят. Но при этом как бы прошлый рекордсмен проката «Трансформеры 3» – это, естественно, ещё больше говнище, блядь, Майкл Бэйвская хуета. Поэтому нужно привыкнуть к тому, что, наверное, самые успешные, самые популярные фильмы – это ужасный кал, который ни один человек на свете не должен видеть за деньги уж точно. Тор «Любовь и гром» стал одним из самых низко оценённых фильмов Марвел. На Rotten Tomatoes он собрал 71% положительных отзывов, которые оставили более 140 критиков. На Метакритике, которому я доверяю гораздо больше, потому что это всё-таки агрегатор, а на Rotten Tomatoes сидят такие же люди, как я или вы, на Метакритике рейтинг вообще всего 61 из 100. И на самом деле, может быть, даже обидно, потому что этот фильм снял Тайка Вайтити, один из самых уморительных режиссёров, который снял реальных упырей, который снял прошлого Тора, «Рагнарёк», по-моему, он назывался, и снял достаточно смешно. Но о чём это говорит? Тайка Вайтити может пошутить на одну тему смешно только один раз. У него получилось сделать неплохой Тор, и когда ему сказали «сделай ещё один Тор», предсказуемо получилось говнище. Ну и в целом, Марвел в последнее время представляет из себя сплошное разочарование. То есть, я думаю, пиком зрительского интереса был «Мстители. Финал», когда вот эта вся страна шла посмотреть, чем там всё закончится, с Таносом, с вот этими вот пропавшими людьми из-за «Перчатки бесконечности». И потом всё пошло только вниз. Я уже, по-моему, рассказывал в «Золотом дожде», что на последнем «Докторе Стрэнджа» я уснул. А со мной такое было только на «Интерстелларе» и на «Ла-Ла-Лэнде». То есть, я достаточно редко засыпаю во время просмотра фильмов. Вот это вам как бы показатель качества. Дело в том, что, мне кажется, Марвел просто перестали стараться. Они подумали, раз мы и так собираем там по миллиарду практически долларов за каждый крупный фильм, будем просто делать как делается. И отсюда низкие рейтинги. Я думаю, рано или поздно зрители это всё-таки заебёт. Любая система должна развиваться и не должна стагнировать. Формулу, которую они придумали для старых «Мстителей», там «Человек и муравья», «Капитана Америки», нельзя использовать бесконечно. Нужно придумать что-то новое, иначе зрители, в конце концов, тебя просто с говном съедят. Netflix продолжает сокращать сотрудникам. Netflix уволил уже 300 сотрудников, в основном из США. Сократили многих, кто занимался развитием репрезентации разных групп, равенства и инклюзивности в контенте. Я так скажу, тех, кто занимался репрезентацией разных групп, равенства и инклюзивности в контенте, нужно уволить вообще нахуй всех. Потому что это люди, которые, по сути, тянут Netflix на дно. Люди, которые платят за подписку на Netflix и включают, они не хотят там видеть равенство, инклюзивность и так далее. И причем обратное тоже неверно. Они не хотят там, конечно, видеть расизм, шовинизм, мизогинию. Нет, они хотят видеть пиздатые сериалы, пиздатые какие-то фильмы, документалки. Когда-нибудь все-таки американцы поймут, что если ты хочешь зарабатывать деньги, нужно просто делать пиздата. Не обязательно добавлять в каждый сериал геев, лесбиянок, и уж тем более не обязательно нанимать людей, которые будут заняты исключительно тем, чтобы в каждом сериале пропихивать вот идеи diversity, типа побольше напихать негров, геев и лесбиянок. Хорошее кино может быть хорошим кино вне зависимости от того, есть в нем геи, нет в нем геев, есть в нем негры, нет в нем негров, блядь. Я при этом, опять-таки, чтобы меня неправильно не поняли, я не говорю, что обязательно хорошее кино должно быть без геев, например. Ну есть же там Даловский клуб покупателей, да черт возьми, горбатая гора. Просто сотрудники, которым платили зарплату исключительно за то, чтобы они следили, чтобы во всех новых сериалах были геи, ну мне кажется, блядь, это... И ее ебаные нахлебники, которым нахуй не нужно, блядь, ни копейки платить и выгнать их всех пинком под зад, это вообще отличное решение. Я бы вообще прогнал весь этот контингент с саными тряпками и сконцентрировался на получении прибыли, потому что именно это необходимо в условиях капитализма, получать прибыль. Для того, чтобы получать прибыль, нужно снимать пиздатые сериалы и выпускать их на Нетфликсе. А сколько там в этих сериалах будет феминисток, сильных женщин, негров, это уже как бы вопрос вторичный. Главное, чтобы они были пиздатыми. Кинопоезд начал съемки сериала Король и Шут. Появились первые кадры. Я на самом деле, мне эту новость кидали о том, что планируется, это сериал, что проводится кастинг на роль Горшка. Еще пока я сидел в СИЗО, я отвечал, что очень жаль, что я нахожусь в местах не столь отдаленных, иначе я бы целый ролик про это снял, то есть записал бы себя на видеокастинг, так сказать, на роль Горшка. Я бы ходил, вечно ставился по Вене, блядь, ёпта, бухал бы, блядь, ёпта, и пиздил своих близких. То есть, я думаю, и в меня бы получился идеальный Горшок. Но, к большому сожалению, все боёпики, это говнище ёбанное, и, естественно, никто не будет показывать настоящего интересного Горшка, у которого было там, сколько, 9 клинических смертей от передозировки героином. Нам покажут какую-то приторную историю о том, как он там знакомился с князем, как они пробивались к успеху. Но это не проблема именно российского какого-то кинорынка. На самом деле, просто все боёпики говно. Будь то про Дорс, про Элтона Джона, про кого угодно. Просто это делается для того, чтобы родственники погибших знаменитостей не затаскали вас по судам. А на самом деле, единственный крутой боёпик, который мог бы состояться, это если бы Саше Барон Коэну, ну это который Барат, Бруно, разрешили бы сыграть Фредди Меркури, потому что он хотел показать прям настоящего Фредди Меркури, который был прям любителем, блядь, подставить очко в общественных туалетах, ходить в женских платьях, сосать дальнобойщикам на заправках, блядь, ёпта. Но, естественно, мы получили говнище с Рами Малеком, блядь. Так что, единственный шанс вытащить сериал про Горшка и Короля Шут, это если бы Горшка сыграл я. Но этот сериал мы увидим разве что в своём воображении. А будет постное говнище, которое нахуй никому не интересно. Следующая рубрика «Игры», «Техника», «Технологии». Сотрудники Бефесда недовольны молчанием руководства касательно мер по поддержке их репродуктивных прав. Если вы не в курсе, в США сейчас запрещают аборты. Точнее, не то, что запрещают, сняли запрет на запрет абортов. То есть теперь каждый штат может устанавливать какие-то свои правила. И на самом деле это, конечно, полный пиздец. Потому что, уж насколько бы я не был против феминизма, но право женщины решать на то, делать ей аборт или не делать, это святое конституционное право. Что в России, что в Соединённых Штатах, что в любом цивилизованном государстве. Как это вообще произошло? Как Верховный суд США проголосовал за отмену решения по делу Роу, я понятия не имею. При том, что, по-моему, в суде было достаточно демократов. Там три, что ли, республиканца или... Ну, в общем, происходит полный пиздец. И сотрудники Бефезды возмущаются тем, что Бефезды ничего не делают. Я, честно говоря, не понимаю, хули они ожидают. Что, по-вашему, должен сделать тот Говард? То есть, какие должны быть его действия? Он должен угрожать Верховному суду США, что если они не передумают, то он не выпустит новый Fallout, блядь, или новый Skyrim. Как бы, какие претензии конкретно к Бефезде? Но при этом тут написано, что люди постоянно требуют от руководства каких-то действий, переписываются в чатах, при том, что руководство уже высказалось. То есть, все, что они могут, это высказалось, что мы вообще-то за репродуктивные права. С такими же позициями выступили главы других игровых компаний и представительства, но тут прямо... Тодд Говард, давай, что-нибудь сделай! Что он вам сделает, ребята? Аборты, ёпки, ёпки! Люди возмущаются, конечно, но не понимают, что от Бефезды тут нихуя не зависит. Поэтому новость странная, но она показывает, что американцы не там и ищут проблемы. То есть, самое, по сути, дикое республиканское решение, потому что республиканцы выступают против абортов, было проведено при президенте-демократе, Байдене. Что с тобой не так? Двухпалатная система, как с этим бороться? То есть, по сути, если бы это прошло при Трампе, то люди такие, а, мы пойдем на следующих выборах проголосуем за демократа, но у власти уже демократ. И хули с этим делать непонятно. Поэтому, не знаю, пишите свое предложение в комментариях, потому что у меня нет никаких идей, как это можно было бы разрулить. Исследование. Сексуализация в играх не делает геймеров сексистами и не сказывается негативно на самооценке девушек. Это было очевидно, по-моему, изначально. Я не знаю, кто это придумал. Помните тот момент, когда женщины в компьютерных видеоиграх перестали быть красивыми? То есть, до какого-то определенного момента все телочки из игр были пиздец ебабельные, и их делали просто охуенными, чтобы ты мог смотреть, и у тебя глаз кайфовал. Потом началась какая-то хуйня, типа, вот когда Элой из Horizon, Forbidden West, например, переделали, это было уже как бы все. Это был конец. Понятно было, что поезд обратно уже не поедет, когда ее превратили в жирную, бахнувшую пельменей бабищу. Ну и в целом, уже даже до этого были какие-то предпосылки к тому, что как будто побоялись разработчики, начали бояться вставлять в игру красивых женских персонажей. И вот теперь, оказывается, провели исследование, и оказалось, что можно было, что никто из девушек, поигравших в игры с красивыми женскими персонажами, не почувствовал себя хуже, не захотел получить расстройство пищевого поведения, не стал резать себе вены и всячески как-то. Я считаю, что люди всегда нормально относились к сексуальным женским персонажам в компьютерных играх. Какие это будет иметь последствия? Да никаких. Потому что балом правят не исследователи, не ученые, балом сейчас правят фемки. Фемки хотят видеть в играх ужасных, стрёмных, жирных, некрасивых баб. Как, например, ну, сравните вот первый Life is Strange, да, с последним Life is Strange, и вы поймете, о чем я говорю. То есть мы уже никогда не увидим каких-то двух горячих полулесбочек из первого Life is Strange, зато стрёмных, вонючих, каких-то оплывших жирух, как из последнего Life is Strange, будет становиться все больше и больше. Я, честно говоря, скучаю по временам Blood Rain, когда тёлка в чёрном латексе, рыжая, с этиками жопой резала всех направо и налево. Но, простите уж, видимо, на меня, старика, такой радости больше не придётся. Не доживу я до возвращения этих трендов. Шесть политических партий Нидерландов предложили запретить лутбоксы в стране, по примеру, Бельгии. Абсолютно логичное решение. Меня всегда удивляло то, как отчаянно Electronic Arts и вот другие компании, Blizzard тот же, изворачиваются с этими лутбоксами, потому что, по сути, это не что иное, как казино. Пусть оно замаскированное, оно как бы... Там не крутится вот эта вот рулетка какая-то, не выпадают три семёрочки, но на деле лутбоксы это и есть самое, что ни на есть, ебаное казино. И хоть и казино, особенно онлайновые, в большинстве стран они запрещены, детям разрешается, ёпта, совершенно спокойно, заходить из какой-нибудь родительской кредитки, покупать, там, не знаю, 50 бустеров в Хардстоуне. И при том, что у Blizzard даже нет политики рефанда. То есть, если, например, ваш ребёнок, бля, украл кредитку и въебался на лутбоксы, и вы это как бы пришли, такие, верните мне деньги, вам никто ничего не вернёт. И Нидерланды, Бельгия, они озаботились вот этой хуйней. Невозможно, это всё-таки повлечёт за собой какое-то изменение, потому что, в принципе, нет ничего плохого в том, когда ты донатишь в игру. Но проблема в том, что вот человеку нужна, например, ну, условно, определённая карта, да, в Хардстоуне. Если бы он мог купить эту карту, базара ноль, но он должен купить, там, 200 лутбоксов, из которых эта карта может ещё и не выпасть. И тут это самое, блядь, настоящее казино, когда человек сидит, блядь, нажимает, нахуй, на кнопку и ждёт, пока три вишенки выпадят. Полностью поддерживаю этот запрет. Надеюсь, вообще, лутбоксы запретят, в принципе, в игровой индустрии, а не только на территории Нидерландов. Инсайдер. Rockstar отказалась от разработки ремастера GTA 4 Red Dead Redemption, вероятно, из-за неудачи с GTA The Trilogy, The Definitive Edition. На самом деле, ремастер это круто. Я не буду занудой, который будет вам говорить про то, что, о, лучше делайте новые игры, а не ремастеры. Есть очень крутые ремастеры, например, ремастеры Mafia, первые, вторые, получились замечательными. Они как бы и сохранили те самые ощущения, и при этом неблевотно в них играть. Нормальный графин, там люди потрудились. Но ремастер трилогии GTA, это было полное говнище, и, как я понял, его даже сделали не Rockstar, они отдали на аутсорс какой-то конторе, которая там в рот ебала, нихуя не успела, а потом за пару месяцев до релиза сделал на коленке всю эту хуйню. И абсолютно логично, что они не хотят второй раз обжигаться, но на самом деле, они бы могли, если бы был нормальный ремастер оригинальной трилогии, они бы могли хоть первый, блядь, и второй GTA сделать в ремастер. Просто вопрос в том, что это же нужно делать. Это же нужно было самим стараться, всё восстанавливать, работать, переписывать код. А они просто такие, давайте долбоёбов каких-нибудь найдём, они нам всё переделают, а мы сострижём бабла. Нихуя не вышло, они такие, ну мы теперь не будем, блядь, GTA 4 ремастер делать. А нахуя его, кстати, делать, если GTA 4 до сих пор вполне себе неплохо смотрится. Так что, ну, уж извините, Rockstar, блядь, ёпта, сколько заплачено, настолько и захуячено. О, очень милая новость. Согласно опросу, найти вторую половинку благодаря видеоиграм смог каждый пятый респондент. То есть, из людей, которые регулярно играют в компьютерные игры, каждый пятый нашёл в играх вторую половинку. В основном, благодаря игре в одной команде. Приурочил бы эту новость ко дню Святого Валентина, но до него ещё пиздрячить и пиздрячить. А так, в целом, это скорее позитивная новость. Это означает, что даже если вы сидите и задротите, это пусть и с вероятностью всего в одну пятую, но всё-таки приближает вас к тому, что вы встретите свою половинку. Очень милая, трогательная новость, поэтому ёбнем. Ёбнем же за то, чтобы не каждый пятый, а каждый первый нашёл. Вот тогда всё будет заебись. Хидео Кадзима. Ошибочно приняли за убийцу экс-премьера Японии. Ну, я не буду шутить по поводу того, что все азиаты на одно лицо, но тут, очевидно, кто-то просто неудачно пошутил, потому что я видел то видео как раз с чуваком, который напал и убил премьер-министр, бывший в Японии. Я видел Кадзиму, и они, блядь, даже не особо похожи. То есть, по-моему, это кто-то просто прорафлял, блядь. Кто-то, кому не понравился Death Stranding и по приколу вставил Кадзиму, а другие новостные издания начали повторять одно за другим, и это как раз вот проблема распространения фейков в интернете, потому что достаточно какого-то одного долбоёба, который какую-нибудь хуйню створит, и потом 50 изданий его просто протестируют, ставят там его картинки, его нарезки, и всем будет как бы по кайфу. Я вот недавно в видосе у Коли Соболева увидел, он составлял скриншоты статей, и там какая-то статья, что Дудя признали иностранным агентом, а там моё ебало, типа Юрий Дудь. Я такой, блядь, ну вот, люди совсем на похуй относятся к своей работе. Я забыл, что там за новостной портал был, но типа перепутать, блядь, Юрия Дудя и Юрия Хованского, камон, блядь, у меня рожа в два раза шире, чем весь Дудь. Но при этом всем похуй, никто не проверяет информацию, поэтому бедняга Кодзима у нас попал под обвинение в убийстве. Ну, с другой стороны, он кое-что всё-таки так и убил. Он убил, блядь, надежду на то, что сможет сделать нормальную игру после ебучего симулятора курьера Яндекс.Еды. Так что, может, и заслужено. Европейский парламент одобрил закон, обязывающий Apple и Google разрешать установку приложений со сторонних площадок. Для вас эта новость может звучать неинтересна, но на самом деле она очень и очень значительная, потому что комиссии Apple и Google просто, блядь, грабительские. Не говоря уже о том, что вот эта их политика того, что может быть на PlayMart и вот App Store и что не может, она чудовищно несправедливая. Вы можете найти миллион примеров того, как какие-то приложения совершенно незаслуженно удаляли, потом, конечно, возвращали, но всё-таки. И теперь из-за антимонопольного законодательства они, по сути, обязаны разрешить установку приложений совершенно левых на тех площадках, которые они сами и создали. То есть, тут в деле работает прям действительно антимонопольная политика, и это круто, потому что, ну, как я уже говорил, любая монополия это, по сути, плохо. Для любого, кроме монополиста. Но, вот то, что творит Apple, это была полная зажратость. Если вы помните, они очень долго судились с... Дай бог памяти, какая компания Fortnite сделала? Epic? Epic Games? Не помню. Вот с Fortnite относительно того, что Fortnite просто прикрутили собственный внутриигровой магазин, и Apple из-за этого их удалила. И вот, наконец-то, есть какое-то продвижение в деле, то есть, к чему это приведет, я судить не берусь. Я просто простой, скромный блогер, экономист. Я не разбираюсь во всех этих приложениях, монополиях, но будем следить за развитием событий. Hold my beer, как говорится. Blizzard заблокировала все способы входа в Diablo Immortal на ПК для игроков из России и Беларуси. Спасибо! Учитывая совершенно грабительскую позицию Blizzard относительно монетизации, если вы не в курсе, то кто-то почитал, что для прокачки полной персонажа в Diablo Immortal нужно 110 тысяч долларов заплатить, а потом чувак, реальный математик рассчитал, что 110 тысяч долларов это типа очень оптимистично и что сумма может доходить до 550 тысяч долларов. Я рад, что Blizzard нас бережет от того, чтобы мы играли в это говнище. Хотя мне многие писали в комментариях, что Diablo Immortal сама по себе не такая плохая игра, то есть там раздвинут лор, можно немножко поиграть в сингли, погонять, но как мы понимаем это все обычная замануха. Я не против гринда как такового, но я за то, чтобы гринд был для всех. Типа если уж самоцветы редкие, то давайте пусть все в рот ебутся, блядь, и будет выпадать там с вероятностью одна десятитысячная, но для всех. Такая хуйня, что кто-то платит по 25 баксов, и ему этот самоцвет выпадает с большей вероятностью, хотя и ему не выпадает, вот в чем прикол. То есть люди для того, чтобы получить один пятизвездочный самоцвет тратили по 20 тысяч долларов на Твиче, по 15 тысяч долларов. Самый везучий по-моему 9 тысяч долларов потратил до того момента, как ему первый такой выпал. То есть только вдумайтесь нахуй, 9 тысяч долларов. Поэтому нам этот дяблый иммортал нахуй не нужен. Сделайте, блядь, нормальную игру, блядь, мы ее купим. Я скучаю по временам, когда ты просто покупал игру и все. И на этом твои траты заканчивались. Типа все, ты просто взял, ты можешь в нее играть, и даже в мультиплеер, и везде, и все замечательно. Теперь такого, конечно, не будет. Покупай игру, покупай Season Pass, покупай, блядь, бустеры к опыту, покупай, блядь, бустеры к луту, покупай лутбоксы, блядь, ебь, идите нахуй, поиграть-то мне можно? Могу я просто купить что-то и поиграть. Только хуй. Переходим к новостям знаменитостей. Егор Крит потратил 34 миллиона рублей за месяц. Егор не скрывает, что живет на широкую ногу. Я так скажу, ничего плохого в том, чтобы потратить 34 миллиона рублей за месяц, я не вижу. Если у вас есть такие деньги. Плохо то, что Егор рассказывает об этом в интервью. То есть, очень наивно предполагать, что люди будут любить тебя после того, как ты рассказываешь, что потратил на какую-то хуйню 34 миллиона рублей за месяц. То есть, не знаю, может быть, где-то в какой-то мажорной среде, где люди соревнуются, кто больше Майбахов и Ламборджини купил, тебя действительно будут уважать, но в целом у простого, так сказать, рабочего человека, да и, скажем так, не самого популярного блогера, это скорее вызовет отвращение к человеку. То есть, блядь, а не пошел ли ты нахуй, типа, чувак, 34 миллиона рублей за месяц, хуй ты вообще, блядь, ёбта, творишь. Это, че ебать, не нашел, блядь, ёбта, куда их вложить, там, или не знаю, блядь, хотя бы немного, как-то вот, что-то, я уж не говорю, там людям помочь, знаете, как кто-нибудь в комментах сейчас напишет, отдал бы мне хотя бы миллион, у меня кредитов висит на миллион, нет, ну просто, как бы, ну, въебать, 34 миллиона за месяц, просто в пустоту, это не круто, это не поступок крутого человека, на мой взгляд, это поступок долбоеба, и отношения у меня соответствующие. Моргенштерн выступил в Праге с необычным перформансом, продавая фотографии с ним за деньги. Моргенштерн ходил по Праге и за 500 чешских крон со всеми фотографировался. Я, честно говоря, не понимаю, почему СМИ так форсит эту тему в плане того, что вот, смотрите, Моргенштерн побирается. Очевидно, что у Моргенштерна хватит крон для того, чтобы полчехии купить. Но в целом, как перформанс, штука достаточно интересная. Единственное, что мне с моими темпами, если я все-таки доберусь до Сербии или Чехии, мне придется ходить и фотографироваться за 500 крон уже не в рамках перформанса, а в рамках выживания для того, чтобы хватило на еду. И не за 500, а за 50. И не за крон, а за рублей. И не в Чехии, а в Купчаге. Мое будущее. Инстасамка подверглась абьюзу. На стриме парень девушки Олег Манекен хватал рэпершу за руку и пел как хочет ее ударить. Ну, я, честно говоря, не уверен, что это абьюз, потому что все-таки люди, которые бьют своих женщин, они обычно не поют о том, как они бы хотели въебать своей женщине, они просто бьют. Относительно того, хватал рэпершу за руку, ну, я не знаю, типа, что плохого в том, чтобы хватать свою женщину за руку, с другой стороны, будем честны, и Инстасамка и Олег Манекен абсолютно нахуй ебанутые, просто наглухо отбитые ебанашки, поэтому один господь знает, что у них там происходит. Я каждый раз, когда читаю новости про Инстасамку, я просто такой, блядь, это Инстасамка, блядь, ёпта, они по ним всё, она себе, блядь, ёпта, перекачала, что ж там было-то, она отожрала живот, чтобы пересадить жир в жопу, пересадила, но в итоге не похудела и осталась жирным животом, жирной жопой, въебала себе губы какие-то, блядь, ёпта, которые чуть ли не долба, блядь, ёпта, они уже сливали свою домашнюю порнушку, поэтому ничему, что происходит с этой парочкой, я не удивляюсь, блядь, ёпта, просто, ну, додики и додики, хуль там, блядь, никакие абьюзивные отношения, это долбоёмские отношения, там, там всё по-другому. Катя Адушкина призналась об отсутствии интимной жизни в отношениях со своим партнёром, назвав главной причиной страх. Отношения с молодым человеком блогерши продлились более трёх лет и, по её словам, всегда были платоническими из-за страха близости. Могу только посочувствовать, блядь, молодому человеку этой Кате Адушкиной, потому что настоящий мужчина придерживается правило того, что на третьем свидании уже женщина должна дать. Если вам на третьем свидании не дали, всё, нахуй, скипайте, ищите другую женщину. Это общепринятая норма и в России, и в других странах мира, то есть, там, на первом уже как-то немного неприлично, на втором там, типа, поломаться, всё такое, на третьем уже женщина должна дать. Какой там страх, не страх, не ебёт. Чувак, блядь, получается, три года жил с ненапаренным куканом, блядь, ёпта, это что вообще такое? Что про сексуальное насилие происходило над парнем Катей Адушкиной, поэтому нет. Если вы, девчонки, слушаете, помните, вот у вас есть ровно три свидания, в конце третьего свидания вы должны принять решение, либо рогатку раздвигаете, либо всё, до свидания, блядь, а три года, ёбаный в рот, три года, страх. Хуй там бояться-то, Катя, это ж хуй, это ж, блядь, не этот, блядь, чужой, нахуй, Ридли Скотта, хуй, блядь, он, хули его бояться, он он, блядь, бери, да соси. Марьяна Ро заведёт OnlyFans. Девушка рассказала о желании завести аккаунт в OnlyFans в своих сторис, но предупредила, что контента там будет мало, ну, как и в лифчике Марьяны Ро, это первое, что напрашивается, но я считаю, что это нормально, всем путь прямиком на OnlyFans, рано или поздно, если нет, говорится, таланта, покажи пизду. Ну, наконец-то мы увидим то, что превратило фейса в такого депрессивного чувака, потому что до отношений с Марьяном он пел весёлые песни про кушевать, мой хуй, как будто это бургер, и что же превратило его в такого унылого додика, который, блядь, на коленях ползает и плачет, блядь, ёпта. Я думаю, мы это скоро увидим на OnlyFans. Ждём, подписываемся, тратим шекели. Эмбер Хюард хочет подать апелляцию на решение суда с Джонни Деппом. Ну, я как человек, который подавал апелляцию буквально на каждое решение суда, когда они держали в СИЗО, могу сказать, что это всё хуйня. Вероятность того, что выстрелит какая-то апелляция конкретно, это меньше половины процента, поэтому Эмбер Хюард может хотеть всё, что угодно, но в итоге, блядь, ёпта, она проебала, все прилюдно увидели, какая она пиздоболка, мразь, блядь, ёпта, как она оклеветала Джонни Деппа. Я надеюсь, что институт репутации хоть в кои-то веки, блядь, сработает правильно, её выгонят нахуй из Эквамена, и мы вообще рано или поздно позабудем о том, что была такая Эмбер Тёрт, блядь, ёпта, кровать обсиральщица, ёпта. Диана Шурыгина готовит собственный инфопродукт. Девушка хвастается новым богатым возлюбленным, обещает рассказать подписчицам, как привлечь свою жизнь к того самого очень крутого мужчину. Слушайте, ребят, но шутки шутками, а вот это было бы действительно интересно послушать, потому что будем честны, во-первых, Шурыгина стрёмная, во-вторых, нам всем известно, что она пиздоболка, она чувака подставила, блядь, и в тюрьму посадила. Как ей удается, будучи совершенно стрёмной, никчёмной, и к тому же, блядь, ёпта, с весьма негативной репутацией, привлекать к себе всё новых и новых мужиков, ну, бля, может, такой инфо-цыганский курс и стоит послушать, потому что у меня нет никаких догадок, блядь, ёпта, в моей вселенной идеальной, после истории с этим Семёновым, блядь, на Шурыгину ни один нормальный мужик даже, ну, не нассал бы, блядь, ёпта, а она сериально ещё одного богатого ёбры нашла. Ну ладно, пусть расскажет, я за это деньги платить не буду, но вы мне потом перескажите, что она там напиздела. У певицы Кати Лель инопланетяне украли зубы. На очередном ютуб-шоу скандальная певица обвинила пришельцев из далёкого космоса в проблемах с зубами. По утверждению певицы, межпланетные соседи в детстве похитили певицу, а затем забрали несколько зубов, из-за чего певицы испытывают проблемы со здоровьем. Это, кстати, интересная тема. Мне, по-моему, Антоха Власов говорил про Катю Лель, но я как-то мимо ушей пропустил. Короче, люди помнят песню Кати Лель, и она как будто бы для всех просто такая очередная попсовая певичка, но если копнуть поглубже, вы с удивлением обнаружите, что Катя Лель абсолютно ебанутая. Не ебанутая, просто ебанутая, как, ну там, не знаю, инстасамка, а прям ебанутая наглухо. То есть, блядь, возникает вопрос о том, как она не загремела в дурку. У нас есть много, есть Виктория Боня, которая верит в то, что там 5G заражает людей коронавирусом и так далее, но вот Катя Лель, если вы реально вот просто немножко копните, если хотите, и вы обнаружите пиздец, вы просто такие ебать, вот это хуйня, попробуй уууууу, попробуй джага-джага. Короче, я думаю, джаги-джаги Катя Лель скурила немало, а то и по вене пустила, потому что она наглухо отбитая. Эдвард Билл заплатит 2 миллиона 400 тысяч рублей пострадавшему в массовом ДТП на Садовом кольце Новость интересная, потому что я помню комментарии Эдварда Билла Он же заплатил главный пострадавший И он говорил про то, что не ищу все чуваки, которые попали в аварию, тоже говорят, блять, выплати Я говорю, за что тебе платить, ты что там, сука, пальцем ударился, а с меня просят, блять, миллион И в итоге все-таки заплатят, блять Ну, на самом деле это справедливо, потому что люди реально разбили свои тачки, блять, попали в аварию по вине Эдварда Билла Но я просто помню, как Эдвард Билл реально кидал пальцы веером и говорил, что хули я никому платить не буду Ну, получается, будешь, типа, все-таки иногда справедливость есть даже в России Она прям проклевывается потихоньку Неожиданная, но приятная новость, блять, реально Если не хочешь платить, ёпта, под вас хуем миллионы людям, блять, не важно, там, палец они ушибли Или машину помяли Попробуй, сука, блять, не гонять Без ёбаных, блять, ёпта, там Прав на машину, блять, ёпта, не играть в шашечки И не ебашить там на скорости 200, блять Авось и получится Ютуберы Дарья Каплан и Юлик объявили о разводе спустя полтора месяца после свадьбы Очень грустная новость, на самом деле И я подробно прямо всё изложил уже в своём телеграмме Печень Ховы Куда вы можете перейти Мне, честно говоря, и в первый раз было достаточно неприятно освещать это событие Второй раз я точно не потяну У меня уже на нервяках и пива не осталось Поэтому переходите, подписывайтесь, слушайте там А мы просто перейдём к следующей новости Потому что, ну, правда, какая-то вся эта ситуация тяжёлая, сложная Да и вообще я начинаю задумываться о том, что в целом говорить об этом с моей стороны было не очень красиво Но я вроде всё по фактам раскидал, поэтому всё в печени Ховы Первая ступень отошла Вторая ступень пошла Продолжаем наше веселье Юпта Следующая рубрика знаменитости Нижнего Интернета Это кое-что новое Охотник вернулся Сергей Симонов прервал полуторамесячный марафон трезвости И вернулся к активному употреблению алкоголя За первые пять дней нетрезвой жизни Сергей успел предложить жить втроём Виктории Викторовне и Наталье Получить пожелание смерти от Виктории Викторовны Рассориться с Натальей Это жена Симонова Ну, не жена, а, скажем так, женщина Они ещё не поженились, потому что она разводилась с Викторией Викторовной И уехать от неё в Сочи Я вообще всё цело Да, Серёгу добра, так сказать И позитива Потому что В последнее время очень мало стало ебатории В Нижнем Интернете И Серёга Регулярно завозит, так сказать, пушечку Желаю ему успехов в Сочи Поднимаю бутыленьку за его здоровье И в целом думаю, что впереди нас ждёт только Всё больше и больше охуительного контента Состоялись дебаты Ванамаса и Карины Шпак На стриме, организованном блогером Хиканом Ванамас смог получить ответ на главный вопрос Который беспокоил батю А именно Почему Карина не хочет с ним встречаться Карина среди причин отказа В взаимности назвала Отсутствие симпатии Разницу в возрасте И попросила батька Больше никогда Её не беспокоить Пожаловавшись на постоянный сталкинг По информации блогера Аудио РВ За стрим Карина получила гонорар В 40 тысяч рублей Ну Тема одержимости Ванамаса Карина и Шпак Была прекрасно раскрыта в моём фильме Ванамас Арена Терпения Я надеюсь, что вы его смотрели Если нет, обязательно посмотрите В целом Жалко становится Ванамаса Потому что он вроде как и не дурак И не бабараб И вроде что-то мог бы себе найти Но Просто гробит свои шансы на то, чтобы Обрести хоть какое-то счастье То есть Ну, я думаю Есть целое поколение Женщин Которые выросли Смотря Ванамаса И А вот он мог бы найти себе Какую-нибудь Которую не прочь Так сказать Передёрнуть ему За гладильной доской Но его одержимость Это, конечно, плохо Любой сталкинг мы не одобряем Как и вообще в целом То есть, ну Если женщина вам говорит Нет Пошла она нахуй Самое главное Это уважать себя Как только вы уважаете себя Блять Бабы начинают пиздец Под вас стелиться Если же вы, блять Эээ, нет, пук, срень, блядь, почему, почему ты не хочешь со мной встречаться? Вот поэтому она с вами не хочет встречаться, потому что вы ничтожество. В тот момент, как начнёте ценить себя, любая Карина Шпак вам сразу же рогатку раздвинет, блядь. Советы от Бати. Настоящего. Пингвины в Японии объявили голодовку, отказывать съесть дешёвую рыбу. Из-за резкого роста цен сотрудники стали закупать для них более дешёвую рыбу. Такая смена рациона произошла с гордым птицам не по душе. Когда их пытаются накормить, пингвины демонстративно отворачиваются от угощения. Всем своим видом показывают, что чешские проблемы их не касаются. Ну, я чё могу сказать? Япония, ебать. Страна восходящего солнца. Все эти робобабы, их проблемы. Я думаю, пингвины в России, блядь, в российском зоопарке, они бы говно рыбец съели, блядь, если бы им накинули. Просто если бы в российских зоопарках была бы хорошая рыба для пингвинов, пингвины бы её не видели вообще. Я думаю, блядь, самую хорошую рыбу забирал бы директор зоопарка, потом там охранники, всякие эти персоналы, зоологи. И до пингвинов бы в лучшем случае кости доходили. А в Японии нихуя себе, у пингвинов, блядь, есть чувство собственного достоинства. Ну, я бы, знаете, сказал, ну и пошли вы нахуй. Не хотите жрать дешёвую рыбу, блядь, жрите друг друга, блядь. Ещё, блядь, пингвины не будут указывать человеку, блядь, человек цель природы, нахуй. Жри, что дают. Блогерша разорвала отношения с парнем из-за детского браслета. Тиктокерша под псевдонимом ЯАнечка решила расстаться с бойфрендом после того, как тот вручил ей комплект из серебряного браслета, кольца и серёжек со звёздочками. По словам Анни Йениной, парень купил украшения в самом дешёвом ювелирном магазине города, при этом аксессуары входили в коллекцию для маленьких девочек. Я так скажу, Анни Йенина, если ты вот так вот говнишься из-за того, что комплект был самый дешёвый, ты самого дешёвого комплекта не заслуживаешь. Ты заслуживаешь того, чтобы тебя трахнули и ни разу не перезвонили, потому что подарок это подарок, блядь, ёпта. Он в любом случае делается от души, даже если вам подарили самый дешёвый какой-то серебряный комплект. Блядь, серебряный, нахуй, серебро вообще денег стоит, нахуй. Ебанутая блядина, у меня так-то крест серебряный, блядь, ёпта. А ты чё хотел? Платину, блядь? И види, блядь, паладий, нахуй. Так что те, кого не устраивают подобные подарки, те вообще не заслуживают никаких подарков. Моё скромное мнение, так что в рот её ебать, соболезную её парню. Надеюсь, он забрал этот, нахуй, комплект у неё и подарит кому-нибудь более достойному. В Китае создан искусственный интеллект, способный читать мысли. Его используют для проверки лояльности членов коммунистической партии. Я сначала думал, что это новость фейк, но потом ознакомился с материалом и реально придумали какую-то херню, которая считывает мозговые импульсы, и чуваков из коммунистической партии Китая будут тестировать, показывая им пропаганду и считывая мозговые импульсы, что, типа, человек думает во время просмотра пропаганды. И это лишний раз показывает, что никого на свете нет тупее, чем ебучих коммунистов. То есть вы придумали, нахуй, прибор, по сути, для чтения мыслей, и вы его используете для того, чтобы определить, лояльны ли члены компартии к идеологии коммунизма. Спойлер, конечно же, нет. Ни в Советском Союзе, ни в Китае, ни, блядь, ёпта, в Северной Корее никто из вот этой вот партийной номенклатуры не лоялен к идеологии коммунизма. Если бы к этой хуйне подключили Сталина, я думаю, блядь, ёпта, она бы показала, о, так он не коммунист, он просто убил, блядь, ёпта, и репрессировал всех соратников для того, чтобы захватить власть в СССР. То есть, ну, это так тупо разработать такой прибор и использовать его на такую хуёную, блядь, идею. Ну, хуль поделать, коммуняки, блядь, че еще с них взять? Блумберг оценил потери богатейших бизнесменов с начала года в 1,4 триллиона долларов. Наибольшие потери понесли Марк Цукерберг, состояние которого за полгода сократилось вдвое, а также Илон Маск и Джефф Безос. В предыдущие два года состояние богатых людей только росло. Я бы хотел пустить слезу по Марку Цукербергу и Илону Маску, но на самом деле пошли они нахуй. Цукерберг, чем он занимается? У него проблемы начались после того, как их стали таскать в Конгресс и давать показания по поводу делам, например, того, что весь топ-менеджмент Инстаграма, запрещенный в России организацией Мета, ну, вы поняли, типа, знал про то, что рекомендации Инстаграма вызывают у маленьких девочек желание покончить с собой и, типа, стать булемичками, потому что фотографии, которые они видели, заставляли их чувствовать себя ничтожными, и при этом Инстаграм ничего с этой хуйней не делал. И вот таких скандалов по поводу Фейсбука, по поводу того, что они продвигали фейковые новости намеренно, их накопилось очень много, и Марк Цукерберг ничего лучше не придумал, кроме как придумать метавселенную, начать продвигать идею дополненной реальности, вот этой хуйни, в которую, естественно, никто уже не поверит, и, скорее всего, мы сейчас лицезреем конец Фейсбука. Но относительно Илона Маска, это мошенник, блядь, я вам уже все про него сказал, а Джефф Берзес – это человек, который создал на территории Соединенных Штатов самую настоящую патагонку. То есть, если вы прочитаете про условия труда в Амазоне том же, вы просто охуеете, блядь, вам. История Ассы про все работы Хороший канал про Валдберрис покажется раем по сравнению с тем, что создал Безос. Поэтому все три этих человека в высшей мере ужасные люди, нехорошие, блядь, ёпта, и не вижу никаких причин переживать из-за того, что они теряют деньги, блядь, ёпта. По-хорошему, блядь, вообще бы, хоть бы и все проебали, блядь, мне бы от этого грустнее не стало. В России резко выросло производство собственного шампанского. В мае этого года производство шампанского и в целом Игрист Хвин выросло, согласно официальной статистике, год к году почти на 40%. Ну, я рад, конечно, что производство выросло, но давайте будем честны. Российское шампанское – это бармата. Это шмурдяк. Там никаким шампанским и не пахнет. Поэтому новость, конечно, хорошая. Производство выросло, значит, есть спрос, есть предложение. Но, будем честны, выросло на 40% производство ебучего шмурдяка, который, блядь, на вкус как спирт, в который нассало яблоко. Поэтому новость, конечно, хорошая. Но я бы, скажем так, на Новый год российское шампанское пить не хотел. Хотя только его я обычный пью, потому что я бедняк и бедолага. Ну и последняя новость на сегодня. На фоне дефицита чипов Сбер... Почему Сбер? Сбербанкш. А, он теперь Сбер. Сбер начал выковыривать их из неактивированных карт, чтобы выпускать новые. Это позволит банку сэкономить до миллиарда рублей в год. И новость вроде как звучит как смешная, забавная. Типа, ха-ха-ха, выковыривают старые чипы. Но когда озвучены суммы миллиард рублей в год, единственным логичным вопросом должно быть... А хули вы раньше не выковыривали? Вот, хорошо, не было у нас этого дефицита на эти чипы, да. То есть, раньше мы просто въебывали миллиарды рублей в год, потому что никто их не выковыривал, а схуяли. Вот, блядь, нужно всегда зрить в корень проблему. То есть, не то, что Сбербанк сэкономил миллиард рублей в 2022 году. Ты знаешь, что он в 2021 проебал, считайте, миллиард, и в 2020 проебал. А где ответственные за это? Где люди, которые, блядь, ёпта, занимались этими чипами? Будет ли кто-то привлечён хотя бы к дисциплинарной ответственности? Конечно, нет. А получается, что миллиард рублей в год проебывался ни на что. И так, друзья мои, повсюду. До тех пор, пока, блядь, ёпта, экономистов настоящих, вроде меня, не будут слушать, экономика всегда будет в пизде. Но мы с вами, господа, прорвёмся. Поэтому, поднимаю бутылочку Хованского за ваше здоровье. Искренне надеюсь, что вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк под этим роликом, напишите в комментариях, как вам понравился второй выпуск, стоит ли что-то изменить, модернизировать, добавить какие-нибудь рубрики, может быть. Мне будет очень приятно почитать. На сегодня всё. С вами был Юрий Хованский. Всего вам доброго. И до встречи на следующей неделе.